Водовидео 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 шестерки, семерки и восьмерки. А значит, это недвусмысленный намек, можно сказать, на подготовку анонса к Динокризис. Подобным финтом уже пользовалась Capcom в 2019 году, после релиза четвертого, фу, второго ремейка. У них же там в марте спрашивал журналисту, а будет ли у нас ремейки третьей части и, допустим, там четвертой, прям так и спрашивали. Ну, или других, я уже не помню, за четвертую или нет, но третья точно фигурировала. И что они ответили? Они такие, если разработчики, точнее если игроки очень сильно о нас попросят, и мы увидим эту активность, мы подумаем над этим. Даже не пообещали, что сделаем, а подумаем над этим. И вот тут такая же ситуация. Зачем они включили Динокризис в опросник, если они его уже делают? Нелогично, правда? Вообще, Capcom и логика понятия абсолютно раздельные. С 2019 года я каждый год пытаюсь что-то проанализировать, и я вам гарантирую, даже половину не получается зачастую спрогнозировать, и чтоб оно сбылось. Потому что они поступают иногда настолько непредсказуемо. Ну, далеко за примерами ходить не надо. 2022 год. Мы ждем анонса! Первого тизера, дополнения для предыдущей части для 8-й резидент. Ну, это же логично. Зачем анонсировать новую часть резидента, если вы уже анонсировали, ну, собираетесь анонсировать и выпустить дополнение для предыдущей части? Вы когда-нибудь видели, чтобы Assassin's Creed выпустил какую-то новую часть, потом на следующий год анонсировал новую часть, а потом после этого анонса новой части анонсирует дополнение на предыдущую часть? Или, может быть, у Mass Effect вы такое слышите? Или, может быть, у Ведьмака какой-нибудь? Не знаю. Поправьте меня, найдите мне хоть одну ААА-игру, серийную, от известных студий, хорошую, качественную, да, которые поступают таким вот нелогичным образом. То есть, обычно сначала надо подоить коровку полностью. Нелогично? Нелогично. Но на этом логика не заканчивается. Тут и сейчас я начну вам перечислять все примеры нелогичности, у меня на это уйдет часовое видео. Очень сложно Capcom аналитически как-то процентов на 90 просто предугадывать их шаги. Вот один из недавних нелогичных моментов. Анонс золотого издания Resident Evil 4 ремейк. Помните, в недавнем видео я вам говорил, что если в этом году они выпустят, ну, точнее, они по-любому выпустят золотое издание, и там не будет никакого нового контента, то, вероятнее всего, силы брошены были на то, чтобы два года подряд выпустить по Резиденту. Например, в 25-м, 26-м. Или в 24-м, 25-м. Почему? Потому что если они не выпустят ничего в золотом издании, а как мы уже знаем, они ничего там не выпустили, то это говорит о том, что в 2023-м году они ничего не разрабатывали, не тратили свое время и ресурсы на 4-й ремейк. Потому что дополнение Ады и наемники, и локации к этим всем наемникам были готовы еще до официального релиза. То есть уже на март 2023-м году этот контент уже был готов, над ним не надо было работать, и мы это с вами видели еще до официального релиза, потому что игра еще не вышла, а вышла только демка, и поковыряв эти файлы демки, мы узнали о том, что там будут наемники, название локаций, на которых будут происходить эти сражения с наемниками, и все по итогу подтвердились, название всех наемников. Даже то, что будет Луис наемников, а в оригинале этого не было, еще до релиза мы узнали, что Луис будет наемником. Даже то, что будет два Леона в наемниках, две Ады в наемниках, то есть все это, исходя из этих данных, мы с вами спрогнозировали, и оно сбылось. До монетки, один в один, контент по наемникам, кто-то скажет, это были очевидные вещи, нет, очевидные вещи, если бы вышли просто наемники, потому что они есть в оригинале, и там был бы Леон, Ада, Краузер и Ханк, да, и по-моему Вескер. Луис, его не было в оригинале. Названия локаций тоже были изменены и не похожи на оригинал. А мы об этом узнали до релиза, и это сбылось даже более того, как только вышла игра в марте, в конце марта. И из файлов игры мы уже знали, что будет Separate Way, да, это логично, потому что он был в оригинале. Но, именно оттуда мы узнали, что вырезанный контент, то есть тот, который не вошел в четвертый ремейк, вспомните, когда он только вышел, и через неделю появились новости. Фанаты негодуют, много контента вырезанного из оригинала, который не вошел в ремейк. А тогда уже по файлам мы знали про то, что Ада Вонг будет сражаться с Ютри. А потому что там есть в файлах описание босса под названием Ютри, которого нету в сюжетке Леона. И много-много-много того, из контента, которого не было именно за сюжетку Леона, мы уже знали, что это отчасти. Не знали, насколько именно, но отчасти мы знали, что это перейдет в сюжетку Ады Вонг. Еще в марте и в апреле мы это знали. Сбылось это? Ну, сбылось. Почему? Ну, потому что мы анализировали не просто так из потолка или из каких-то хотелок, а просто ковыряли файлы, смотрели и проводили параллели. Да, что не сбылось? А не сбылось примерно процентов 30-40 из того, что прогнозировали. Но раз все это срослось логически, раз весь этот контент в итоге появился, и название локации для наемников, и новые наемники, и новые наемники в лице дополнительного Ады, и дополнительного Леона, и вырезанный контент из сюжетки Леона появился в сюжетке Ады, все это подтвердилось, ну, значит, отчасти и другая информация тоже косвенно могла бы подтвердиться. Ну, логически. И на то были свои причины. А причины появились, когда вышло дополнение Ады Вонг в сентябре. И вспомните появление Вескера там, где он не нужен. Если вдруг кто-то не играл в оригинал четвертого резидента, то я вам поясню, что четвертом резиденте в оригинале Вескер не рассекал ни по острову, ни по деревне. Его там просто не было. Он связывался по связи с Ады Вонг. И все. А здесь нам прям показали, что еще не наступило темно, то есть еще не наступила даже ночь в событиях деревни, Вескер уже там шарахался. И нам дали понять, что он там не просто шарахался, а у него были там какие-то дела. Ну, как бы, знаете что? Логически, те, кто следят за лором резидента, кто сопоставляет оригинал и ремейк, они задаются вопросом, а нахрена ты тут появился? В чем роль твоя? Где логика? Ладно, там еще Луис. Ему продлили экранное время, допустим, это просто альтернатива, скажем так, новый контент. Ведь ремейк, когда выходит у Капком, они же не только повторяют события оригинала под другим углом, но еще и добавляют что-то новое туда, да? А с Вескером-то что нового добавили? Зачем? То есть, все те новые фрагменты, которые нам показали с Луисом, в большей степени по итогу были нам объяснены. А здесь, за Вескера, вот он появился, чтобы что, спасти Аду? Ну, как бы можно было просто тогда сделать сцену, что Ада не попадала в никакую передрягу. Можно было, как в оригинале, сделать. Роль появления Вескера, если бы ее убрали, никто бы ничего не заметил, и слова бы не сказал, и претензий бы не было никаких. А теперь, это та ситуация, когда Капком никто за язык не тянет, и они сами болтнули лишнего. С появлением Вескера лор херачится, история херачится, появляется очень много вопросов, на которых по итогу нету ответов. И теперь, исходя из этого, когда в сентябре мы все увидели Вескера, и то, что он там бегает, как макака и мартышка, логически было предполагать, что возможно, возможно, выйдет еще какой-то DLC, как раз с золотым изданием, поясняющее нам, не обязательно, может, за Вескера, может быть, за Луиса, где показывали бы, чем со стороны занимался Вескер, может, он там встречался, соприкасался бы. Вполне возможно, и вполне было бы логично, и на то тоже были аргументы ждать такого дополнения. В файлах игры были строчки из магазина купить режимы наемники, купить сюжетные режимы, не один, а несколько, одно и того да Вонг, а второе, ну, предполагали, что какое-то там с золотым изданием. Также там еще было упоминание про покупку сложности. Эти файлы находились там же, откуда мы еще в марте узнали про то, что какие будут наемники, какие будут локации, сколько, чего и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И там же были упоминания за вот эти вот, за этот весь контент. Я уже даже не говорю про кооператив, хотя, конечно, я бы, ну, положительно бы удивлен, если бы он появился, бы там кооператив. Ну, очень бы классно, было бы побегать, поубивать врагов, но не просто так, а на какой-нибудь, допустим, повышенной сложности, ибо сюжетка там и так легкая даже на профессионале. Были какие-то предпосылки? Были! И даже когда я устраивал голосование, по-моему, в конце осени или в начале декабря, что такое, что как вы считаете, с выходом золотого издания может гипотетически Капком добавить контент или нет? 60% сразу сказали, что нет. Ну, наверное, реалисты. 40% такие же, ждуные, как и я, ну, которые надеются на лучшее. Ну, логически, если весь этот контент мы предугадали, то есть почти 60-70% то, что мы наперед проанализировали, сбылось. Даже в марте, в марте, мы сказали, что золотое издание выйдет в 24-м году. Вышло в 24-м году? Не, ну, вышло. Вышло. Значит, что, мы правы оказались? Правы оказались, но без контента. Здесь мы профукали. Почему? Потому что Капком нелогичное. Нахрена вы добавили дополнительные дыры в лоре четвертого ремейка? Я не делал обзор на четвертый ремейк, потому что хотел впервые за все время в обзорах Резидента добавить объяснение лоры и сюжета. Да, если ты не в курсе, я стараюсь это в обзорах не затрагивать, а здесь захотелось. И я ждал, когда выйдет Дилси за Аду, чтобы получить ответы на недостающие вопросы, причем не только я, что получил, а даже наши лороведы понятия не имеют, что отвечать, потому что они не знают, потому что Капком никак это не пояснило ни в сюжетке Леона, ни в сюжетке Ады. И даже, когда вышла сюжетка Ады, казалось бы, ну вот там мы получим ответы, а там еще больше вопросов появилось, и вот когда появилось еще больше вопросов, логически было бы выпустить что-то еще. Зачем столько событий и моментов добавлять необъяснимых? Я вам так скажу, что на сегодняшний день, на февраль месяц, если кто-то надумает делать лорное видео именно по четвертому ремейку, он ни хрена вам не объяснит многих моментов. Многие моменты он будет додумывать гипотетически, либо как-то пытаться это проанализировать, но точного ответа нету и объяснений, а потому что их нету. И теперь что? Ну, теперь, во-первых, придется делать обзор, выпиливая оттуда обзор лора. Да, иначе просто это будет гадание на кофейной гуще. Мне, например, непонятно, а зачем Капком выпустила в принципе золотое издание? Вот еще одна вам нелогичность. Золотое издание могли бы выпустить в сентябре прошлого года с выходом дополнения Аду Вонг, как Resident Evil Village с Тенями Розы вышел в один дне дополнение и золотое издание. А, естественно, когда вышло дополнение на Аду Вонг, но не вышло золотое издание, логично предполагать, что золотым изданием позже должен быть какой-то контент, иначе зачем переносить? Я бы понимал их, если бы они перенесли бы золотое издание, потому что планируют его выпустить на физических дисках, и диски физически не успевают отпечатать. Но, как выяснилось, весь дополнительный контент, кроме основной сюжетки Леона, будет на бумажке с кодом, не на диске. В золотом издании будет обычный четвертый ремейк в картонке с Gold Edition. Мало того, дисковые издания будут печататься только на Европу. Они за месяц их могут распечатать, то есть они могли бы их заказать еще в августе, и к сентябрю бы уже все было бы напечатано. Это не новинка, которая только вышла. Такого бы спроса огромного все равно бы не было. Причем, даже, наверное, коробочные издания наоборот бы на тот момент даже купило бы больше людей, особенно те, кто хотели на диске себе взять, чтобы было в комплекте DLC Ады. А сейчас нахрена нужен диск? Где логика? Вот зачем сейчас игроку PlayStation, который купил себе уже дополнение Ады Вонг, который получил делюкс-контент за предзаказ еще игры, зачем сейчас ему золотое издание? Чтобы что? Чтобы еще иметь одну коробку с резидентом обычным четвертым ремейком и ваучер на погашение кода контента, который у него уже есть? Или просто купить себе за 7 тысяч рублей картонку, которая вставляется сверху с надписью золотое издание? Зачем он нужен? Это ладно, на PlayStation хоть что-то они получили, пусть даже в Европе. А где логика выпускает золотое издание на ПК? Вы почитайте на форумах, что люди пишут даже под тем же самым анонсом золотого издания на YouTube Capcom. Все пишут, блин, здорово, что вышло золотое издание, но как плохо, что там ничего нету, и у меня уже все из этого есть. Зачем оно мне нужно? Все эти материалы у людей уже есть, особенно у ПК игроков. Где логика выпускать пустое золотое издание? Ну как вам? Нормальная логика Capcom. Логики нет. Поэтому по итогу получилось то, о чем мы говорили в прошлом видео, что если Capcom вдруг выпустит золотое издание без какого-либо контента, значит нас ждут два релиза подряд, два Резидента. Не обязательно, что это будет 2004-25, вполне вероятно, это будет 25-26. Например, в 25-м году может выпустить Resident Evil 9, потому что уже по срокам пора выпускать номерную часть, именно с циферкой. И в 26-м на 30-летие первый ремейк. Запросто. Но опять же, это если логически, но Capcom и логика за столько лет дали понять, что это бессмысленно гадать наперед и делать какую-то аналитику. Кстати, еще один момент. Бывают, находятся такие скептики, которые заходят на канал ко мне, ЧД, ты говорил еще там в прошлом году, что Capcom работает над ремейком первым, над кодом Вероники, над девятой частью, над Динокрин, ну то есть четыре игры, да, которые мне известны. Типа, это все бред, да, это нам источник, всем надо источник обязательно дать. Вот почему-то, когда Дасголем что-то инсайдит, никто к нему не приходит и не говорит, Дасголем, да, источник. Я бы понимал, если бы Дасголем каждый свой слив подтверждался бы там хотя бы процентов на 80. Но за пять лет у него два-три действительно достоверных было источника, а это примерно два-три слива из более чем ста сливов, которые не подтвердились, либо очень были неточны, либо были просто сворованы и позаимствованы, как по итогу потом оказывается. Но, опять же, Дасголем недавно, что? Правильно. У него появилась информация, что Capcom работает над пятью играми по Резиденту. Как неожиданно. Что бы это могло быть? Вот теперь, теперь люди верят, что Capcom сейчас сделает не одно, а несколько частей Резидента. Кстати, на самом деле очень любопытный факт. Если вдруг это окажется правдой, ну, всякое может быть, я уже говорил, что иногда и Дасголем раз в пять лет стреляет. Если это так, то что у нас получается? Девятая часть, это очевидно, да? Код Вероника очевидно, это две игры. Первый ремейк, это три игры, а что четыре и пять? Ну, ладно, мы еще видели в сливах хакеров это Откровение третье, четвертое, а пятая игра какая? А может быть, все-таки это вообще не Резидент, а просто в жанре Survival Horror, Динокризис? Ну, допустим, может быть, ему инсайд прилетел, но там не поясняли по названиям. Иначе, иначе, Дасголем-то не назвал ни одной названия игры, какие именно. Он только что пять игр, и я предполагаю, что вот это, вот это и вот это. Вот. И мы просто могли сказать, что Capcom делает пять, работает над пятью играми в жанре Survival Horror, то сразу, а что там за пять Резидентов? Все может быть. Но, тем не менее, тем не менее, что мы имеем уже на сегодня? Золотое издание вышло пустым. Это означает, что анонсы будут быстрее, чем мы предполагали, как я ранее говорил вам. Потому что, если бы сейчас вышел контент, какое-то дополнение с золотым изданием, то весь 2024 год был бы закрыт этим доп. контентом. Кстати, логичнее было бы выпустить AdoWong именно в этом году, в марте, через год. Я думаю, Capcom бы вообще ничего не потеряло. Это означает, что уже, наверное, опять же, недавний инсайт, что якобы в мае этого года Sony собирается провести крупную конференцию перед так называемым E3. Свою собственную, большую, на которой будет много громких анонсов. Кстати, вполне логично, и PlayStation 5 Pro там могут показать, и PSP V2 2, ну или портативку какую-то. Но опять же, слухи. А где у нас в последнее время анонсируют новые части Резидентов? Ну, так вот совпало, что на конференциях Sony. Так что, ждем. И было бы здорово, чтобы все-таки они хотя бы анонсировали либо не ремейк, то есть девятую часть, хочется уже не ремейка, либо Дина Кризис. Хочется уже, в принципе, что-то нового. Добра-бобра. Субтитры сделал DimaTorzok та-на-та-та-та-та-tah-та-та-та-та-та-та-та. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...